Я приветствую всех зрителей и подписчиков канала Банковский. Наша сегодняшняя тема – как взять кредит на коммерческую недвижимость. На коммерческую недвижимость предоставляется ипотека, как и на обычную недвижимость для физических лиц. Условия приобретения коммерческой ипотеки. Заемщиком может быть коммерческое, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Предметом коммерческой ипотеки может выступать недвижимость, которая будет использована для предпринимательской деятельности. Также недвижимость будет находиться в залоге у банка до момента завершения всех выплат. И в случае неуплаты банк вправе получить удовлетворение своих денежных средств в результате продажи данной недвижимости и компенсации по выданному кредиту. Банки, которые выдают коммерческую ипотеку не индивидуальных, их очень много, условия будут зависеть от суммы и периода кредитования. Как же оформить коммерческую ипотеку? Процедура оформления коммерческой ипотеки в целом аналогична оформлению любого другого коммерческого кредита. Чаще всего на официальном сайте какого-либо банка можно оставить онлайн заявку, после чего специалист назначает вам дату, затем знакомится с комплектом документов, отвечает на ваши какие-то появившиеся вопросы. Что касаемо комплекта документов, то это индивидуально у каждого банка и у каждого заемщика. Но есть обязательный список документов, которые в любом случае понадобятся. Это лист записи ЕГРЮ, о создании, свидетельство о постановке на учет в налоговую службу, устав со всеми изменениями и дополнениями, лицензии, протокол, подтверждающий назначение руководителя, приказ о назначении главного бухгалтера, копии паспортов руководителя, главного бухгалтера, поручителя и других физических лиц, которые будут задействованы в сделке. Также понадобится бухгалтерская отчетность, налоговая декларация, документы, подтверждающие ведение хозяйственной деятельности и документы о приобретаемой недвижимости. На встрече совместно со специалистом банка заполняется анкета на получение кредита и передается банку необходимый пакет документов. После проведения анализа представленных документов и финансово-хозяйственной деятельности заемщика банк принимает решение о предоставлении или непредоставлении кредита. Если брать по рекомендациям некоторых юристов, то можно сделать вывод, что логичнее обращаться за кредитом на коммерческую недвижимость в свой же банк, с которым вы сотрудничали ранее, либо же у вас там открыт счет. Тогда у вас будет меньше проблем с оформлением кредита и проверкой вашей хозяйственной деятельности. А под этим видео есть ссылки на лучшие кредитные дебетовые карты, вы можете ознакомиться. А это видео было снято специально для канала Банковский. Если оно вам было полезно, не забывайте ставить палец вверх, обязательно подписывайтесь на канал и всем до новых встреч. Пока-пока!